Привет, друзья! Сегодня я расскажу о фильме в жанре драматического фэнтези под названием Ундина. Поймать сирену – большая удача, и, казалось бы, единственный риск её потерять – это не суметь защитить от морского мужа, который обязательно выйдет из воды на поиски возлюбленной. Но что, если всё намного прозаичнее, и вышедшую из воды Ундину подстерегают простые мирские сложности. На волнах холодного моря раскачивается небольшой рыболовецкий катер. Его капитан, он же единственный матрос, он же главный рыбак-сиракуз, или, как его называют местные, циркач, не надеясь уже на хороший улов, ведёт судно, погрузившись в раздумья. В последнее время он возвращается из плавания практически пустой, из-за чего денег не хватает, по сути, ни на что. Сиракуз поднимает рыболовную сеть и находит в ней свой самый неожиданный улов – морскую девушку. Сделав ей искусственное дыхание и приведя её в чувство, он пытается вызвать помощь, но девушка напугана и категорично. Она отказывается от поездки в больницу и панически боится быть увиденной кем-то. Рыбак привозит девушку в дом своей матери, который находится в стороне от городка, и удостоверившись, что Ундина в безопасности и вполне может остаться на какое-то время одна, Сиракуз убегает по важным делам. Он приходит в дом бывшей жены, где уже ждёт его маленькая дочь – Энни. Отец регулярно возит девочку в больницу на гемодиализ. Процедура необходима Энни, так как у неё не работает одна почка, но сколько ждать операцию никто не знает, подобрать с донора не удаётся. Сиракуз на руках относит девочку в клинику, и чтобы скоротать время на процедуре, он рассказывает ей сказку о рыбаке, который поймал в сети девушку. Энни вспоминает мифы, которые они проходили в школе, и приходит к выводу, что пойманная рыбаком девушка – Сирена – волшебная жительница морского мира. Если верить мифам, иногда море выбрасывает сирен на берег, и они, обретая облик молодых девушек, сидят на камнях и поют песни. В это самое время Ундина сидит на крыльце дома и поёт красивую песню на незнакомом языке. Клиника дарит Энни современное инвалидное кресло, на котором девочка приезжает домой, к маме и отчему. У Сиракуза и его бывшей жены вспыхивает конфликт. Женщина обвиняет рыбака, что по его вине ребёнку до сих пор не сделали операцию. Мужчина возвращается к дому, в котором он оставил Ундину. Он застаёт девушку за стиркой на берегу ручья. Она снова поёт. Сиракуз снова собирается в море. Рыбалка – это основной его доход, поэтому он посвящает ей всё своё время. Девушка просится с ним, чтобы не остаться одной в чужом доме. Рыбак закидывает капканы для омара в воду, но ничего не выходит. Улова нет. Ситуация меняется сразу же, как только Ундина начинает петь свою песню. Раки едва помещаются в сетках-ловушках. Вернувшись на берег, Сиракуз продаёт свой улов, и на вырученные деньги помимо необходимого он покупает платье для гостей. Пока продавщица отвлекается на его покупку, он ворует с витрин женскую мелочь – бельё и чулки. Мужчина заезжает в школу за дочкой, чтобы проводить её домой. По дороге они обсуждают продолжение сказки про рыбака и девушку, и Энни делится с папой своими предположениями о том, что девушка не просто человек, а мифическая сирена, и её волшебный голос помог рыбаку заполучить такой богатый улов. Сиракуз дарит Ундини платье и аккуратно говорит ей о том, что она может остаться в его доме навсегда. Энни отправляется в библиотеку и собирает все книги с морскими мифами. Девочка всерьёз решила изучить этот вопрос и удостовериться, что папина гостья – сирена. Мужчина же в это время отправляется в церковь на исповедь. Он рассказывает священнику о том, что не пьёт уже несколько лет, об украденном в магазине белье и о девушке, которую он вытащил в сетях. Энни не спит ночами, изучая мифы и легенды о сиренах. Ундина же в это время наводит в доме Сиракуза порядок и уют. Сирена выныривает из воды в тот момент, когда к берегу подъезжает Энни. Девочка с интересом разглядывает Ундину и рассказывает ей всё, что узнала за последнее время из книг. Выйдя из воды, сирены скидывают свою одежду, и если им удаётся найти её и закопать, они могут остаться на суше на семь лет и обрести счастье с земным человеком. Мужчина приходит в библиотеку, вспоминая о разговорах с Энни, но книг о сиренах в наличии нет, их все забрала его дочь. На берегу залива стоит неизвестно откуда появившийся мужчина и ест рыбу прямо из консервной банки. Он осматривается и складывается впечатление, что ищет кого-то. Ундина снова отправляется с Сиракузом в море. На этот раз под её пение он выловил полную сеть рыбы, включая редкий и дорогой лосось. Правда, случается и неприятность. На судно поднимаются проверяющие, и осматривая сети, они находят в трюме Ундину. Девушка боится, что её увидели незнакомцы, но рыбак успокаивает её, что в этом нет ничего страшного. Ундина отправляется с Энни на пляж, чтобы научить девочку плавать. Наступив на что-то в воде, она находит нечто, завёрнутое в большой комок водорослей. Девочка понимает, что они нашли одежду сирены, и уговаривает девушку её закопать, чтобы остаться с ними ещё на 7 лет. Они находят укромное место в старой теплице и, отсчитав 17 шагов от входа, глубоко закапывают водоросли вместе с тем, что в них завёрнуто. Теперь это их девичий секрет. На лодке девочки не терпится рассказать папе о случившемся, но она помнит данное сирене обещание. Поэтому Энни пересказывает отцу миф и уточняет, что теперь Ундине остаться на суше может помешать только одно. Если сирену найдёт морской муж, он обязательно утащит её на дно моря. Также девочка уверена, что Ундина может исполнить любое желание, но та готова признать, что она не волшебница, а простой человек. На набережной в городке проходит весёлый праздник, на котором собрались все жители. Среди толп зрителей ходит незнакомец и продолжает кого-то искать. Энни не хочет верить в то, что Ундина человек, а не сирена. Чтобы доказать обратное, девочка прыгает с обрыва в воду и камнем опускается на дно. Ундина прыгает за ней и поднимает ребёнка на поверхность. Отцу Энни говорит, что у коляски отказали тормоза, но ей повезло, ведь сирены умеют дышать под водой. Ундина и Сиракуз приезжают домой. Мужчина рассказывает девушке о том, как бросил пить благодаря болезни дочери. Девочка в это же время рассказывает маме о волшебной подруге отца, но отчим пытается вразумить девочку и объяснить ей, что нет никакой магии. Ундина – самый обычный человек. Сирена и Сиракуз занимаются потенциальными действиями, в то время когда Энни видит сон о морском муже Ундины, том самом неизвестном мужчине, который ищет кого-то в городе. Сиракуз снова идёт на исповедь. Он рассказывает священнику о ночи, проведённой с гостей, и о том, что боится снова ощутить боль и разочарование. На выходе из церкви его поджидает неизвестный мужчина. Энни снова на гемодиализе. Они обсуждают с отцом случившееся на пристани, и девочка говорит папе о том, что она не может представить счастливый конец своей жизни. Ундина просыпается от того, что в темноте к дому подъезжает машина. Приехал неизвестный мужчина, морской муж Сирены. Девушка успевает выйти через заднюю дверь и спрятаться в старой теплице, а затем убежать. Рыбак приходит в ночной бар и пытается уговорить пьяную бывшую жену увезти домой Энни, но женщина остаётся отдыхать. Сиракуз же едет домой и, обнаруживая, что Ундины нет, понимает, что что-то произошло. Он находит девушку на берегу ручья. Она рассказывает ему о том, что пришёл её морской муж, чтобы забрать её домой. Пьяная мать Энни везёт дочь домой и попадает в аварию, столкнувшись с автомобилем морского мужа. Сиракуз и Ундина приезжают на место аварии. Поехав вместе с Энни в больницу, Сирена встречает там того самого неизвестного мужчину, который искал её в городе. Сиракуз не замечает того, что Сирена взволнована, он занят дочерью. Её готовят к пересадке почки от отчима, который не выжил в аварии. Морской муж говорит Ундине о том, что она должна вернуться с ним домой. Их разговор сложно понять, но одно ясно – у обоих есть какая-то тайна. На пристани мать Энни развеивает прах погибшего в аварии мужа. Сиракуз поддерживает бывшую жену, но вместо благодарности она требует от него забрать дочь и жить с ней вдвоём, без Ундины. Мужчина напивается вместе с вдовой, которая не перестаёт убеждать его в том, что он должен избавиться от женщины из моря. Пьяный Сиракуз приходит на свой катер, в трюме которого спит Сирена. Он вывозит девушку в открытое море и хочет выбросить за борт, считая, что так он отправит её домой. Но немного успокоившись, он привозит её к маяку на крошечном острове и оставляет там одну. Сиракуз приносит на руках из больницы домой дочь. Девочка спрашивает у него, где Ундина, но он врёт, что она ненадолго уехала. Лёжа в кровати, Энни смотрит телевизор и Сиракуз слышит с экрана песню, которую пела Сирена. Он понимает, что нет никакого волшебства и неземного языка. Песня настоящая, значит девушка – обычный человек, а не волшебная Сирена. Он плывёт на остров, но не находит на нём Ундину. Обыскав все окрестности, мужчина видит девушку под обломками корабля на другом, ещё более маленьком острове. Сирена рассказывает ему, что она никакая и не Сирена вовсе. Она – Йоанна, заключённая из Румынии, которая перевозила вещества. Морской муж – напарник, с которым она перевозила рюкзак с веществами. И когда их лодку окружила полиция, он бросил девушку в воду. Ундина долго плыла, но где-то в водах Ирландии силы кончились, и девушку затянуло под воду. Оттуда её и выловил Сиракуз. Морской муж теперь ищет её для того, чтобы забрать рюкзак, который они перевозили. Ту самую вещь, которая была завёрнута в морские водоросли. Сиракуз приводит Ундину домой, где их ждёт Энни. Испуганная девочка предупреждает, что не сказала им ничего лишнего. Несколько мужчин во главе с морским мужем ждут возвращения пары. Между мужчинами завязывается драка. Ундина готова отдать бывшему напарнику рюкзак и ведёт его в теплицу, но отсчитав 17 шагов, они не находят закопанную одежду. Энни перепрятала водоросли, боясь, что Сирена заберёт их и уйдёт. Ундине удаётся выяснить у девочки, куда она перенесла одежду, и все идут на пристань, где на канате опущена в воду корзина роколовка, в которую Энни перепрятала рюкзак. Мужчины начинают вытягивать добычу, но Ундина сталкивает их в воду. В это время на помощь приезжает полиция. Бандитов задерживают, но и Ундину увозят в участок и закрывают под стражу. Сиракуз опять приходит к святому отцу. Рассказав ему о судьбе Сирены и её возможной депортации, он намекает, что хочет на ней жениться. Мужчина подходит к открытому окну в своём доме. В комнате к празднику готовятся Энни и Йоанна. Девочка поправляет Сирене Фату. Все вместе они бегут на катер и выходят в открытое море, чтобы отпраздновать рождение своей семьи. Возможно, Ундина оказалась не самой настоящей морской сиреной, но в конечном итоге она однозначно принесла в жизнь рыбака счастья и удачу. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом фильме. И не забудьте, пожалуйста, поддержать нас лайком и подписаться.